Узбекский суп с клёцками. Узбекский суп с клёцками или манчиза очень похож на лагман. Если вы любите насыщенные, сытные блюда, то обратите внимание на это блюдо. Подать его можно как первое блюдо и как основное. Выбор за вами. Выбирая мясо для блюда, отдайте предпочтение свежей, охлажденной говядине или телятине. Готовый суп лучше приготовить на один раз, так как клёцки могут сильно разбухнуть. Ингредиенты. Говядина 400-500 грамм или телятина мякоть бескостная. Лук репчатый 2 штуки, средняя. Картофель 3-4 штук. Морковь 2 штуки. Помидоры черри 10-12 штук или 2 средних помидора. Курдючный жир 100 грамм. Специи для говядины, по вкусу или баранины. Лавровый лист 2 штуки. Яйцо 1 штука для клёцок. Вода 60 миллилитров. Мука пшеничная 250-300 грамм. Соль по вкусу. Зелень по вкусу. Количество порций 5-6. Подготовьте необходимые ингредиенты. Курдючный жир нарежьте мелким кубиком. Переложите его в глубокую кастрюлю или казан. Обжаривайте до уменьшения кусочков жира в объеме. В дальнейшем обжаренный курдюк можно убрать, можно оставить. Я оставила. Пока обжаривается курдюк, нарежьте четвертинками морковь и лук. Мясо нарежьте кусочками размером 4 на 4 сантиметра. В кастрюлю с обжаренным курдюком переложите нарезанный лук, морковь и мясо. Добавьте специи. Помешивая, быстро обжарьте на сильном огне, после огонь убавьте, накройте крышкой и тушите до полуготовности мяса. Если мясо начнет приставать ко дну кастрюли, добавьте стакан воды и варите до готовности мяса. Нарежьте помидоры на четвертинки. Добавьте в кастрюлю. Перемешайте, закройте крышкой и тушите до готовности мяса. Пока варится мясо с овощами, сделайте тесто для клетцок. В чашу смешайте воду, щепотку соли, яйцо и муку. Замесите мягкое упругое тесто, по консистенции похожее на тесто для лапши. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. По истечении времени достаньте тесто из холодильника. Раскатайте пласт толщиной 3 миллиметра. Разрежьте на полосы. Полосы хорошо присыпьте мукой. Выложите друг на друга и нарежьте на треугольники. Также клетки можно сделать просто отрывая кусочки теста. Очищенный картофель нарежьте крупным кубиком. В кастрюлю с мясом и овощами добавьте воды, чтобы она была выше уровня мяса на 3 фаланги пальцев. Посолите по вкусу. Доведите до кипения. Добавьте картофель, проварите до готовности, после опустите подготовленные клетки и лавровый лист. Проварите в течение 3 минут и выключите огонь. Перед подачей добавьте в суп свежую зелень и подавайте к столу. Суп подавайте горячим с острым перцем. Приятного аппетита!